Всем привет, с вами LoftBlog, у микрофона Антон Галамазов и сегодня мы с вами продолжим говорить о PHP Falcon и тема этого видео будет шаблонизатор Vault данный шаблонизатор чем-то расхож по синтаксису Stwig он более удобный в описании шаблонов и имеет массу встроенных возможностей нежели встроенный PHP шаблонизатор, который мы с вами рассматривали в предыдущем видео вначале давайте настроим наше Falcon приложение на работу с Vault переходим в наш редактор кода удалим наш шаблоны PHTML далее переходим в файл Public Index.php в файл Bootstrap нашего приложения и в секции настроек нашего шаблонизатора необходимо добавить вот этот код здесь мы вызываем метод RegisterEngines и указываем в качестве расширения файлов наших шаблонов в качестве ключа массива а в качестве значения класс нашего шаблонизатора так как PHP Storm пока что не поддерживает синтаксис шаблонизатора Vault я укажу в качестве расширения файлов моих шаблонов tweak сохраняем файл далее давайте перейдем в Index Controller и почистим его немного затем мы создадим папку App Views Index и вниз создадим файл нашего шаблона IndexTwig добавим в него какой-нибудь код для указания вывода значения переменной в шаблоне указываются две открывающиеся фигурные скобки затем идет имя переменной далее идет закрывающиеся фигурные скобки перейдем обратно в Index Controller добавим еще переменных для вывода в шаблоне теперь перейдем в браузер и выведем результат вернемся в наш редактор и видим, что у нас создался рядом с нашим твик файлом файл Index.phtml полком компилирует в Vault шаблон и в PHP представление и потом использует его для отображения контента давайте добавим вывод нашего шаблона еще один массив вернемся в наш шаблон добавим заголовок первого уровня ниже откроем ненумерованный список внутри списка добавляем конструкцию for developer in user так выглядит синтаксис цикла for в шаблоне для закрытия цикла добавляем конструкцию фигурная скобка % and for % фигурная скобка для каждой итерации массива в перемену developer будет помещаться значение этого элемента users ну и соответственно для вывода значения этого элемента пишем в коде шаблона фигурные скобки 2, developer две фигурные скобки закрывающиеся переходим в наш браузер обновляемся и видим результат отработки цикла заглянем в скомпилированный шаблон видим код цикла for выглядит как в нашем любимом PHP давайте теперь вернемся в код нашего контроллера занимаем простой массив на массив ассоциативных массивов состоящих из ячеек name, age, work и skills последнее также и будет являться массивов навыков пользователя теперь перейдем в код нашего шаблона уберем вывод переменной developer и выстроим вот такую разметку все элементы будут обернуты в divs классом developer далее открывается параграф название каждой ячейки массива обернем в text strong а значение записывается в таком формате фигурные скобки, developer далее идет квадратные скобки и значение ячейки которые мы хотим указать допустим ячейка name далее добавим перенос строки и скопируем этот код дальше только изменим название полей ячейки массива доходим до ячейки skills здесь мы открываем список и в нем запускаем еще один цикл for в котором мы вводим наши навыки сохраняем результат переходим в браузер и обновляем так небольшая проблема с кодировкой сохраняем файл в utf8 снова переходим в браузер вот теперь все окей вольт под капотом поддерживает большое количество фильтров фильтры используются для формирования вывода содержимого на экран для вызова фильтра после имени переменной необходимо поставить прямой слэш и написать имя того фильтра который мы хотим с вами вызвать например вместо вывода списка умений нашего пользователя давайте их выведем просто через запятую для склейки элементов массива skills вызовем фильтр join и в качестве параметра передадим ему строку с помощью которой будут склеены элементы нашего массива перейдем в браузер все работает как мы хотели у цикла for есть набор встроенных переменных переменных контекстов с помощью которых мы можем определить номер итерации цикла первая ли это итерация или последняя и тому подобное помимо этого в фолд встроенные элементы проверки данных на соответствие переменной какому-то ожидаемому значению допустим допустим является ли значение четным нечетным пустое оно вообще существует оно или нет давайте напишем вот такое условие если выводится четный элемент массива то он будет выводиться с зеленым бэкграундом если не четный красным сохраняем результат переходим в браузер ну и все окей мы также можем описать нашим шаблоне так называемые макросы макросы это такие функции которые мы можем вызывать многократно и передавать наши данные для описания макроса необходимо указать конструкцию фигурная скобка процент далее тире макрос после этого идет имя макроса идут дальше круглые скобки внутри круглых скобок мы можем указать какие-то параметры которые мы дальше можем передавать в тело нашего макроса далее идет процент фигурная скобка после этого идут идет тело нашего макроса в конце конструкция фигурная скобка процент минус end макрос процент фигурная скобка для вызова макроса ставим две фигурные скобки внутри которых идут имя макроса и в скобках как раз таки мы передаем параметры для нашей функции для того чтобы не засорять код нашего шаблона пределение макроса давайте вынесем в другой файл а потом файл с макросом просто подключим к нашему шаблону давайте так и сделаем создадим папку с нашими макросами файл с макросом далее перенесем весь код макроса в созданный нами файл теперь с помощью конструкции include подключим файл с макросом и вызовем его передав ему параметр наш массив ассоциативный переходим в браузер обновляемся все работает как и раньше ну а на сегодня пожалуй все об остальных возможностях данного шаблонизатора мы с вами поговорим в следующих видео спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и всем пока пока